Дорогие друзья, я хочу к вам обратиться за помощью, за помощью в поддержке фильма о моем замечательном покойном друге, или можно сказать подруге и коллеге по правозащитному движению, поэту Наташи Горбаневской. Наташа Горбаневская была абсолютно удивительным, никого не похожим человеком. Поэзия была для нее не только поэзией, но всей жизнью, чем бы она ни занималась. И часть ее жизни, не по ее желанию, превратилась в политическую борьбу. Но это совершенно не мешало ей оставаться органическим, никому не подчиняющимся человеком, человеком верным своим друзьям, человеком сосредоточенным на своей работе и человеком остроумным. Наташа была ни на кого не похожим, а особым поэтом со своим особым голосом. Голос ее поэзии напоминал голос ее речи. Высокие ноты ее поэзии не мешали восприятию ее поэзии как серьезного и логического произведения. Наташа прошла через много этапов в своей поэзии, в своей жизни. Часть ее была работа, интервьюрирование людей о музыке, о русской культуре. Потом была хроника текущих событий. Потом вынужден сумасшедший дом, в который ее советская власть запихнула. Потом вынуждена эмиграция, работа в эмигрантских журналах. И последняя часть, она помогала другим поэтам. Она писала блог, в котором помещала всех наиболее интересных поэтов поколений более молодого, чем она. И она стала как бы центром новой русской, послесоветской поэзии. И, конечно, большая ее любовь была Польша. Польша, культуру, которую она знала очень хорошо, в которой она, как бы сказать по-советски, прописалась, то есть стала польским гражданином, имела отношение к жизни польской поэзии и переводы. Переводы великого поэта Милоша, переводы многих других. И вот такое продвижение чужих стихов, это было чрезвычайно важно. Фильм о Наташе делают Ксения и Кирилл Сахарнова. Я уже знаю их давно, потому что они когда-то сделали фильм, в котором участвовал и я. Это был фильм о нашей демонстрации, о демонстрации на Красной площади против советского вторжения Челлача. Сахарнова сделали замечательную работу, которую следует посмотреть. И их преданность российской истории и российскому гражданскому движению в своей синематографии заслуживает всяческой поддержки. Дорогие друзья, создатели фильма о Наташи Грабаневской «Я не героиня» нуждаются в поддержке. Это большая работа, и я прошу всех поддержать это важное начинание. Продолжение следует...